Ха-ха, это опять я, ребята. Пока не забыл. Я вас сегодня загружу мистикой, вот информацию вам заложу в голову и дальше справляйтесь как хотите. Ну тут я вам рассказывал в прошлом ролике про историю, да, ну в общем всё враньё, да, всё враньё вообще. Вообще всё вокруг враньё на то пошло. Я в последнее время ещё читаю про квантовую механику, ну если кто-то интересуется, посмотрите, там тоже очень интересно, ну квантовый мир, то есть этот мельчайший-мельчайший. Ну в принципе, как сказал Ленин, если только ему Сдержинский не подсказал, как он сказал, природа, то есть атом не исчерпаем, как сама природа. Ну дальше они не пробрались, все эти физики вместе, доценты с кандидатами. Вот, да, действительно, атом не исчерпаем, но это я ещё знал, собственно говоря, в юности, в школе. Да, я даже выписывал журнал такой вот небольшой, квант, не юный техник, а приложение, по-моему, к юному технику, журнал квант. Я знал, что в атоме ещё всего полно, вот, и там кварки разные там и так далее. И всё вокруг нас, ну вот эта вот квантовая механика, смысл такой, что всё вокруг нас это квантовый, как бы, ну волновой суп. Вот всё вот, всё, что мы видим, а потом в голове это уже преобразуется, как бы, в действительность. Нет, это я отвлёкся, я вообще не об этом хотел говорить. Ну, насчёт квантовой механики почитайте, кто интересуется, все эти кварки, мизоны, ну и так далее. Ну ладно, хорошо, я вот о чём хотел сказать. Ну, когда читаешь вот про всё вот это вот, причём вот эта квантовая механика очень часто в заголовках броска. Кто такой бог? Бог и квантовая механика. Ну и всякая такая вот фигня вокруг тоже вот эти ролики выскакивают, но я иногда их смотрю. Ну, в основном там даже, я скажу, муняк какая-то пишут, то есть, ну, пишут ролики какие-то, ну, видно, что некомпетентные. Ну, ребята, я не то, что там какой-то физик суперский, но всё-таки вот, ну, видно же, что он говорит-то, да? Ну, и вот мне выскочил ролик, как выйти из тела. Как выйти из тела, и мужик говорит, что у него получилось с первого раза. Думаю, ну, интересно, попробуем выйти, да? А дальше пошло, меня очень заинтересовало, и он рассказывает прямо вот технику, как выхода из тела. Вот, ещё раз подчёркиваю, у него получилось с первого раза, если будете этот ролик искать, я сейчас не это, не помню точно, как называется, но вот именно, что там заголовки есть, как выйти из тела с первого раза. У меня получилось с первого раза. Ну, вот, и он рассказывает, нужно подобрать время выхода из тела. И вот он говорит, ну, примерно, нужно этим заниматься примерно за час, а лучше за два, до того, как вы, ну, как у вас стоит будильник, да? Ну, если будильник на семь, то нужно заниматься этим пять, пять утра. Хорошо, и вот он начинает. Вот нужно вот проснуться в это время, постараться заснуть, и потом сразу, вот как только чувствуете, что вы засыпаете, сразу проснуться, проснуться, потом опять заснуть, и вот в это вот, вот это колебание, заснулся, проснулся, заснул, проснулся, и вот как раз это самое благоприятное время для выхода из тела. Ну, блин, думаю, это я уже где-то слышал. Ребята, вы сейчас будете смеяться. Да, вообще, на всех моих роликах можно смеяться. Дело было в Пенькове, нет, не в Пенькове, посёлок Скульта есть, такой, латыши знают. Это недалеко от Риги, мы в то время жили, это я вам даже скажу, точно год. Так, первый класс я пошёл в 63-м году, ну, в 63-й, наверное, или скорее 64-й год. Вот, мы жили в трёхэтажном доме, построенный военными, там стройбат работал, да, ну, отец там где-то служил, там рядом аэропорт был, я не знаю, может быть, его снесли, я отвлёкся. И вот я там в этом Скульта, знаете, вот в детстве наслушаешься разных каких-то, ну, от детей во дворе, значит, была чёрная ночь, чёрная-чёрная ночь, шёл чёрный-чёрный человек туда-сюда, вот, и вот, значит, ты спишь, и вдруг открывается потолок, и на тебя падает чёрный-чёрный гроб. Я вот этого наслушался и как-то очень плохо спал. Я почему это вам рассказываю, то есть это точно вот в те времена было, мне было 7-8 лет, вот так, скорее в 8. Я, кстати, брату пожаловался, брат старше меня на 8 лет, он быстро меня это самое успокоил. Да что, говорит, Володя, тут это, эти дома-то солдаты строили, какие там гробы, там ничего нет, там чуть не сказал, всё разворовали. Нет, он так не сказал, ну вот. И вот я в то время спал очень как-то беспокойно. И вот с утра, а надо сказать, что я просыпаться совершенно люблю. Вот с тех пор и по сию, по это самое, ну как сказать, по сию время, да, я даже когда у нас было вот это вот, тем более не люблю, когда меня будит какой-то, я не знаю, будильник или кто-то ещё, ну терпеть не могу вот это вот. Вот, кстати, я когда не служил об армии, а в этом, в мединституте были там месячные курсы, вот, ну, чтобы на нас прицепить, прицепить это лейтенантские звёздочки, месяц мы там в какой-то части, там Балакова, если кто знает, там Балакова есть, ой, Балакова, Балашове, наверное, училище интендантское. Так вот, я спецом просыпался на час раньше подъёма только для того, чтобы меня никто не будил. Вот, ну, такой степени, я для чего это рассказываю, не просто так, потому что у меня со сном напряжёнка всегда была, вот так как-то я одно время боялся засыпать, думаю, ну как же, я сейчас засну, мне будут какие-то сны сниться, а я ими не управляю, то есть, ну, как сказать, я, ну, как бы, вот, беспомощный в этих снах, вот, какой сон придёт, то есть, ну, я очень, вот, это несколько лет было, уже во взрослом возрасте я боялся засыпать, потому что сейчас придут сны, а что такое сны, я не знал, да, собственно, я сейчас не знаю, ну, неважно, вот, про вот этот вот выход из тела. Так вот, как раз в это время, значит, я утром, ну, не сказать, чтобы экспериментировал специально, ну, так вот больше играл, ну, дети играют, не экспериментируют, вот, я вот просыпаюсь, значит, ну, от звонка, а потом думаю, да ладно, ещё посплю, засыпаю, потом думаю, не-не, звонок, пора в школу, а я в школу ездил на автобусе далеко, в первом классе, прикиньте, вот, опять засыпаю, потом просыпаюсь, засыпаю, просыпаюсь, а потом мне это понравилось, вот, начал просто играть, ну-ка, давай попробую на следующий день уже там и ещё там через день, вот, давай, я вот засыпаю, с утра опять просыпаюсь, ну, когда с утра просыпаешься, легко заснуть, я опять засыпаю, потом просыпаюсь, и вот это вот сначала это минуты приходят, потом секунды между, заснул-проснулся, заснул-проснулся, а потом у меня появилось такое интересное, до сих пор, помню, кстати, сказать, очень интересное состояние, когда я долю секунды сплю, потом доли секунды не сплю, так, да-да-да-да-да-да-да, и вот в это время у меня в голове такой вот, я не знаю, как так объяснить, вот тр-р-р-р, вот такой вот какой-то треск, именно вот, не скрипущий, а такой вот, как молотком, только быстро-быстро, так, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, вот и вот раза два я это сделал удостоверился что я умею это делать и успокоился больше я не стал в это играть кстати потом но не знаю в школе где-то вот я учился уже я прочитал в ком-то журнале что какой-то не помню кто кажется индус вот так же точно так же экспериментировал и в конце концов дошел до того что вот он секунду спит или даже доли секунды и спит ну как у меня точно потом доли секунды не спит ну он в это состояние вот так он в нем и остался то есть он одновременно спал 1 и не спал ну как код шрёдингера ну там немножко другое но смысл такой вот и вот он мог ну сказать ну бодрствовать как бы вот наполовину целый день и чем это закончилось ребят это я точно тоже помню со школы я много читал вот другие мальчики играли с девочками а я сидел в читалке вот и это самое и он устроился в конце концов ночным сторожем ну чё он он целый день не спит вот так вот ну вот все что я хотел рассказать кстати вот это вот про этого мужика который устроился сторожем я только сейчас вот в данный момент вспомнил а ну конечно вот про то про мои эксперименты в скульта и это я сразу как только начал читать думаю нифига себе что-то мне знакомое так так ну вот я вам решил рассказать мог быть у вас что-то такое подобное было или ну и просто послушайте как рассказ вот и все я не вниз не пытаюсь выходить из тела данном не нафиг это надо но мне моего тела как нравится я в прошлом ролике оговорился кстати сказал что сейчас 21 год вот я сейчас его пересматривал думаю блин это оговорка по фрейду 21 года хорошо бы сейчас был 21 год и все что происходило после этого это все как сказать ну вот сон какой-то дурной ущипнуть себя еще кстати по моему в двадцать первом году мне делали операцию вот по поводу инсульта а может быть я до сих пор вот это вот от этой операции не очнулся и все все чтобы вот это вот за эти годы там якобы прошли может быть это все фигня ну как это так вот эта война и коронный мир вирус и все вот это вот ну ну вот так пока если если больше ничего не вспомню чао